Девочки, всем привет! И заключительная часть это уже рефилы теней. Я буду считать все по рефилам. И в конце я вам скажу сумму, я буду калькулировать, скажем так. Итак, я достала все свои тени-однушки. А также вот эти тени, которые как бы и лайнеры, подводки, и кремовые. Также вот это посчитала в 4. Достала 3 рефильчика. Вот тут вот один рефил в этой палеточке тоже посчитала. Также вот такие вот палетки достала. Достала более крупные палетки. Вот этот вот, хоть он и заявлен вейвен как хайлайтер, я скорее всего буду использовать как тени. Пока что не решила. Также рассыпушки достала. В общем-то все посчитала. За кадром буду все считать, калькулировать. И в конце я вам скажу, сколько всего у меня рефилов. Вот эти продукты я тоже посчитала как за рефилы. Хотя вот это вообще от соды две помады. Вот это вообще лайнеры, подводки. Это тушь для бровей и ресниц. Но все, что я использую на веко, я решила вот здесь посчитать. И в карандаше это не относить. Вот такое вот вроде бы небольшое количество кажется. А уже 69 рефилов. Конечно, плюс-минус. Может я одним рефилом-то ошибусь. Может даже и больше. Но вроде бы посчитала правильно. Хотя тут есть вот эта старая палетка. Вот от нее бы, конечно, избавиться уже бы. Можно было бы. Также мои самонаборные палетки. Пока что нет четкой палетки с нелюбимыми оттенками. Пока что я пользуюсь. Еще, мне кажется, осенью я хорошенечко почищу эти самонаборные палетки. И потом уже можно будет как-то по-другому играть с моей косметикой. И обожаю инвентаризацию вот таких вот девятках палет. Просто 9, 9, 9 и 9. Конечно же, мне бы хотелось вот эту вот палеточку. Именно вот этот оттенок отсюда взять. Вот из этой тоже есть какие-то. Я сейчас пересмотрю, в общем-то, еще вот эти вот бюджетные свои тени. И может быть какую-то палетку возьму в использование. Эту вообще трогать пока что не хочу. Нужно что-то придумать. Может быть однушки какие-то возьму. Может быть что-то раз ковыряю снова. Тоже идеальный подсчет в палетках Revolution. Вроде бы с такой количеством я вам показывала. Я четко попыталась выписать все, что я там вам показывала, рассказывала. Получается 123 фил, потому что по 15 в одной палеточке. Очень легко считать. 5 палеток по 14 оттенков в каждом. Кстати, вот такая палетка у меня в двойном экземпляре. И в другой палетке там уже очень много дырышек, донышек. И даже некоторых оттенков нет вообще. Тут тоже можно было бы взять и поковырять. Рефилы тут, конечно, сложно вынуть. Конечно, отличается от оригинала. Но пока что нет. Нет, но вот это мне вот очень так близко. Вот это тоже так нравится оттенками. Но пока что буду заканчивать свои самонаборные. Пытаться что-то оттуда как минимум уменьшить. Я пошла все-таки по легкому пути. Считаю как-то, чтобы мне было легче. Вот тут по 18, 10 и так далее. В общем-то, где пока что нет самонаборных. Решила сейчас быстренько их посчитать. Вот это, кстати, вообще непонятная какая-то фигня. Надо ее, наверное, на тело помазать. Летом как-нибудь на какую-нибудь вечеринку на пляже. И все на этом. Я ее думаю, наверное, сейчас соберу в какой-нибудь контейнер маленький. И чтобы не забыть. Возможно, я даже вот эти вот блестки выцарапываю. Посмотрю. Также очень легко посчитать. Было эти палеточки. Я вот, кстати, думаю, может быть, вот эту оставить. Украшалочки отсюда взять или все-таки из однушек. Сейчас буду очень долго думать над этим всем. Вот такие вот огромные три палетки. Все это подделочки. Не знаю, кстати, о Джеклин Хилл можно выбросить. Я думаю. Ну, хотя светлые оттенки мне там нравятся. Хоть и подделка. Так, далее вот такие большие палетки. Маленькая. Так, очередные палеточки посчитаны мною. Далее посчитала данные палеточки. Далее в этих двух палетках у меня получилось целых 74 оттенка. 27 оттенков вот в этой коробке, где тоже у меня рефилы хранятся. Посчитала данные самонаборные палеточки. Итак, тут у меня получилось 65 оттенков. Я вот это посчитала как два оттенка, как два рефила. И вот эти, естественно, я тоже все остаточки все считала. Но тут я вот вынула как раз очень удачно. В этой палеточке я насчитала 30 рефилов. Также вот эти вот слева два соединенных я считала как по два рефила, то есть четыре. И 50 рефилов данной палетки. Сейчас я буду все суммировать. Итак, девочки, 1342 рефила теней у меня получилось. Много, очень много. А если посчитать все продукты, то 2062 у меня получается 2062 позиции. Учитывая каждый рефил, как я вот читала, все это суммируя, все карандаши, помады, тени. В общем, вот такое количество у меня бюджетной косметики. Это очень много. Нужно реально с этим как-то начинать бороться, скажем так, заканчивать. Теперь я, наверное, от этого общего числа буду отнимать и приплюсовывать то, что купила. Попробую вот так вот вести. Ну, не скажу, что это проект будет. Ну, в общем, попробую вот такое подведение. Итогов сейчас все красивенько перепишу. Я не буду делать ошибок прошлого года. Я не буду там пытаться как-то каждый месяц что-то там вычеркивать. Создам несколько разных таблиц. Посмотрю, какая мне будет более удобна. Конечно, бы хотелось мне более усидчивость в этом иметь. Но цифры, подсчёт – это вообще не моё. Я это терпеть не могу. Я, честно вам скажу, я даже однажды пыталась вести, контролировать финансы при помощи разных приложений. Также в Excel что-то там вбивать. Меня хватило на один месяц. И то это было чуть ли не со слезами на глазах. Это было ужасно. Мне ничего не понравилось. Мне было сложно. Я копила чеки. Потом за пару дней их там пыталась вбить. Психовала. Это было вот прям буквально, знаете, не хочу и не могу. Так что я даже не представляю, как люди вот всё подсчитывают. У меня такой усидчивости нет. И интересно будет, конечно же, что случится с косметикой через год или к концу года. Насколько она уменьшится. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. Пока.